Сердце завода – это криообменный теплообменник, где происходит сжижение до минус 160 градусов. Дальше попадает накопление в резервуар, и резервуар производит отгрузку в газовозы. Эти выходные российские послы провели в Сабетте на заводе сжиженного газа «Ямал-СПГ». Представители государства за рубежом получили от президента задачу – ориентировать дипломатию на деловой результат. Освоение новых рынков на расширение доступа к передовым технологиям и инвестициям. «Ямал» в этом смысле – витрина будущей российской экономики. Вполне современное и эффективное производство, успешное привлечение крупных инвестиций, защищенная экология. Это была всегда моя мечта, так как я в основном работаю в тропиках – в Непале, в Индии, в Мьянме. А впервые на севере здесь, конечно, «Ямал-СПГ» производит незабываемое впечатление. Хочется пожелать всяческих успехов. И будем крепить связи между дипломатией нашей, дипломатической службой и регионами, в частности, Ямал-Ненецким округом. На вечной мерзлоте в рекордные сроки вырос комплекс по сжижению природного газа и многофункциональный морской терминал. Проектная мощность завода – 16,5 миллионов тонн ежегодно. Первая его очередь заработала 5 декабря 2017-го. А на сегодняшний день покупателям отгружено уже 3 миллиона тонн СПГ. Еще 8 лет назад это был песчаный болотистый берег, а на месте завода – руины некогда процветавшего геологического поселка. В 80-е здесь базировалась Тамбейская экспедиция по разведочному бурению. Сейчас здесь созданы современные самодостаточные инфраструктуры, обеспечивающие одновременное нахождение здесь на лахте до 30 тысяч рабочих. Автономные системы жизнеобеспечения, электростанция мощностью 376 мегаватт, водоочистные и канализационные сооружения, глубина морской акватории порта 15 метров, длина причальной стенки несколько километров. Это все позволяет одновременно разгружать несколько морских судов. А танкеры-газовозы швартуются к своему специальному причалу. Это инвестиционное сотрудничество. Мы в нашем взаимодействии с Китаем переходим от торговли как обмен товарами к торговле, скажем так, инвестиционными проектами. Они занимают все большее и большее место в нашем экономическом взаимодействии. За последний месяц новости для потенциальных инвесторов Ямала шли в режиме конвейера. Газовые гиганты словно состязались в масштабах сообщаемых цифр. Сначала Алексей Миллер, председатель правления «Газпрома», заявил об утверждении запасов тамбейской группы месторождений в 7,7 триллионов кубометров газа. Плюс к этому сообщение о выходе на 115 миллиардов годовых кубометров Баваненковского месторождения и о начале полномасштабного освоения Харасовейского. Это еще 32 миллиарда кубов. А «Новотек» объявил о строительстве на Гайданском полуострове завода «Арктик-СПГ-2» мощностью 19,8 миллионов тонн жиженного газа и еще одного морского порта. Потенциал базового Салмановского утреннего месторождения примерно 1,6 триллиона кубометров. То, что мне здесь удалось увидеть, те возможности, которые есть, ту информацию, которую мы получили из первых рук, мы постараемся как можно шире использовать в контактах с представителями канадского бизнеса. Потому что, повторюсь, у нас общие проблемы и общие интересы в том, что касается освоения Арктики. Торговля – это не столько товар, сколько умение продать его с максимальной выгодой. Делегация дипломатов своими глазами увидела и заполярный завод, и всесезонный морской порт, откуда мощные газовозы отправляются к потребителям по Северному морскому пути. Эта великая морская магистраль – огромное конкурентное преимущество нашей страны – монетизировать, которое нам еще только предстоит. Но теперь уже с участием официальных агентов дипломатического влияния России. Борис Адринцев, Ренгольд Вашкевич, Вести Ямал.